Привет, друзья! Вы на канале MyGadget, и сегодня мы подготовили для вас обзор детских наушников iClever BTH18 и iClever CatEar BTH13. Да, их можно использовать детям от 3 лет, но это совершенно не означает, что они не подойдут подросткам и даже взрослым. Досмотрите видео до конца и узнаете, что наушники могут быть безопасны для слуха, их тоже сертифицируют и следят, чтобы они были сделаны из нетоксичных материалов, и подсветка это топ. Ну а пока подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы начинаем! Что касается комплектации, то у обеих моделей она одинаковая. Туда входят сами наушники, AUX кабель, кстати, довольно длинный по нынешним временам, кабель Type-C для зарядки и инструкция. Это тот нечастый случай, когда она понадобится, чтобы запомнить управление. Но можете просто досмотреть видео до конца, потому что мы уже разобрались и обязательно расскажем и покажем вам, что и как. С внешним видом тоже всё в порядке, и те, и другие выглядят стильно и подойдут не только детям, но и вполне себе взрослым людям. К тому же за счёт подсветки хорошо смотрятся в кадре, но об этом чуть позже. Основное различие наушников в наличии кошачьих ушек версий для девочек. Это очень мило, ведь они тоже светятся. Так как наушники в целом одинаковые, мы рассмотрим конструкцию на примере модели для мальчиков. Нужно сказать, что материалы очень приятные, но главное, что в составе нет бисфенола, это такая неприятная штука, которой полно в дешёвом пластике. Потому наушники сертифицированы и соответствуют всем необходимым экологическим стандартам, а значит безопасны. Это было небольшое лирическое отступление, но теперь вернёмся к обзору. Мягкие амбушюры плотно прижимаются к ушам и не доставляют дискомфорта. А ещё они поворачиваются вокруг своей оси, чтобы гарантированно занять своё место на голове. Душка выдвигается, можно регулировать размер. Обе модели складные, так что их удобно хранить и перевозить. Много места в сумке или на полке они у вас не займут. И ещё они лёгкие, так что для детской головы кайф. Весят 164 грамма. Это даже меньше, чем шапка-ушанка. Серьёзно, мы погуглили. Наушники быстро соединяются с телефоном, планшетом, ноутбуком и другой техникой с помощью Bluetooth версии 5.3. В модели для девочек версия Bluetooth 5.2. Хоть она и уступает по скорости передачи сигнала более свежей, но это абсолютно никак не влияет на восприятие звука. Ведь всё, что после 5.0 уже топ. А вот управление немного отличается, потому рассмотрим обе модели. В версии для мальчиков, чтобы включить следующий трек, нужно дважды нажать на универсальную кнопку. Предыдущий включается тройным нажатием на неё. Те же действия в модели для девочек можно сделать, нажав и удерживая 2 секунды кнопки плюс и минус соответственно. За воспроизведение и паузу в обоих случаях отвечает многофункциональная кнопка, которую нужно нажать один раз. Чтобы принять вызов и там, и там, нужно коротко нажать на многофункциональную кнопку. Отклонить звонок можно долгим нажатием на неё. Для активации голосового помощника в версии для мальчиков нужно 2 секунды удерживать универсальную кнопку. В модели для девочек на эту кнопку следует нажать дважды. Ассистент поможет ребёнку поставить напоминание в календарь, быстро сформировать поисковой запрос в браузере и даже перевести фразу на другой язык. На наш взгляд, версия с ушками немного удобнее в управлении. Для включения подсветки в обеих моделях есть отдельная кнопка, причём в мальчишеской версии можно выбрать разноцветную или одноцветную подсветку. В версии для девочек она просто включается и выключается. А теперь давайте пройдёмся по техническим характеристикам. Как мы уже сказали, с наушников можно принять или отклонить вызов. Для этого у модели есть микрофон и он очень даже неплох. Вы услышите ребёнка чётко и без помех. Двигаемся дальше. Все мы иногда любим послушать громкую музыку, однако детям не рекомендуется это делать. И с этими моделями переживать за детский слух точно не придётся, ведь у наушников есть три режима ограничения громкости. Самый тихий для обучения, средний для игр и развлечений и последний для поездок. Он самый громкий. Что касается работы, то с подсветкой наушники для мальчиков работают до 11 часов, без неё до 43. Модель для девочек работает на одном заряде почти 15 часов с подсветкой. Без неё до 50 часов, это больше двух суток. Но если ребёнок находится на одном месте, то наушники можно подключить аук с кабелем. С ним время работы не ограничено. Что касается быстрой зарядки, то всего 10 минут хватит, чтобы вернуть обе модели в строй на 4 часа с выключенной подсветкой и на час со включённой. Для стопроцентного заряда девчачьим ушкам нужно 2,5 часа. Наушники для мальчиков чуть шустрее. Они заряжаются за 2. Ну а теперь давайте подытожим. Обе модели выглядят максимально стильно и эффектно выделяются подсветкой. При этом они хорошо звучат и удобно сидят на голове. Но главный их плюс заключается в выборе безвредных материалов и безопасности для детского слуха. В общем, нужно брать. Ссылки на обе модели мы, как обычно, оставим в описании. Кстати, там же есть промокод на скидку в 500 рублей на любые наушники iClever на маркетплейсе Озон. Подписывайтесь на канал, если по каким-то причинам не сделали этого раньше. У нас ещё много интересного. А ещё не забывайте ставить лайки, пишите в комментариях, если у вас такие наушники или может вы положите их под ёлку в этом году. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. В эфире был MyGadget. До встречи в новых видео. До встречи в новых видео.